С добрыми помыслами и общей молитвой. В Самаре впервые прошел областной ифтар – традиционный вечерний прием пищи у мусульман во время Рамадана. В этот священный месяц верующие строго соблюдают пост, пытаются разобраться в себе, контролируют чувства и эмоции. Когда духовно составляющий есть, человек очищается от негатива, который у него есть, понимает то, что надо помочь ближнему в каком-то виде, либо в виде материальной помощи, либо моральной помощи. И человек уже по-другому начинает осмысливать жизнь. Во время Рамадана мусульманам запрещено принимать пищу в светлое время суток. Умышленно и без причинно нарушать правила нельзя. Это самый большой грех. Солнце село, а значит пора приступать к трапезе. Но торопиться не стоит. Сперва вечерняя молитва. Она называется намаз. И только после этого ритуала начинается праздник живота. Сначала лучше съесть финики и выпить немного воды. И только после переходить к основному блюду. На десерт принято подавать национальную выпечку, сладости и фрукты. По словам верующих, соблюдать правила им только в радость. Наоборот, хорошо, легче становится. Вообще в жизни хочется. В любом случае пост – это посвящение Богу. Но и так же ты себя как-то держишь в тонусе. Это тоже очень хорошо. Целый месяц поменять режим питания. На стадионе Самара-Арена собрались люди разных национальностей и вероисповеданий. Мусульман поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это впервые проводится в истории Самарской области. Я хочу искренне поблагодарить духовное управление мусульман за такую инициативу. Мне кажется, это по-настоящему здорово, когда люди собираются вместе для того, чтобы, конечно же, поддержать друг друга, объединить свои усилия. И, конечно же, подумать о самых важных делах, свершениях, подумать о своей душе, обратиться к Всевышнему. Я здесь для того, чтобы выразить вам свое уважение. Глава региона вручил благодарственные письма руководителям мусульманских общественных организаций и объединений Самарской области. Губернатор поблагодарил всех за вклад в развитие региона, сохранение традиций, проведение патриотических мероприятий и работу с молодежью. А как вы думаете, такие мероприятия, они объединяют? Конечно, обязательно. Тут же все национальности, не только одна какая-то, а всех мусульман они объединяют, поэтому да, это хорошо. Очень вкусно. На весь город. Да, то, что всякие викторины были, то, что губернатор пришел, это тоже очень приятно. Пост продлится до 9 апреля, а уже в ночь на 10 число верующие отметят праздник разговения у Роза Байрам. Ксения Баканова, Константин Головин. События.